Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Ионесси, вещаю из Калгари, Альберта, Канада. У нас на часах, ну, без одной минуты 10 утра, я еду на встречу на дому. К одному клиенту там делать замеры, жену оставил на ее рабочее место в иммиграционном агентстве. И вот решил записать такое маленькое видео, короткое. Последнее оповещение, которое я получил на моем YouTube-канале, там какие-то комментарии, люди спрашивают, как у нас жизнь в Калгари, ну, вот спустя почти 3 года. Ну, на самом деле не 3 года, 3 года будет у нас в октябре, 2 года и 8 месяцев, скажем так. Больше, чем 2,5, но меньше, чем 3. Вот были похожие комментарии, несколько, то есть не один, а несколько, то там вы до сих пор как бы вот довольны там Альбертой, Калгари и так далее. Мы до сих пор довольны, и я больше, чем скажу, дамы и господа, как бы в связи с происходящим у нас в Канаде, во всей Канаде, ну, вот это паранойя в связи с коронавирусом, это раз. Два, в связи с, ну, небывалым ростом цен, небывалым ростом инфляции, понимаете, тут инфляция настолько выросла, что она больше, чем было вот за более чем 40 лет в Канаде. Вот мне 42, то есть за всю мою жизнь в Канаде не было такой высокой инфляции, вот можете себе представить. И поэтому, как бы, Калгари и Альберта очень хорошее место для проживания, потому что, во-первых, здесь не было такого психоза, связанного с коронавирусом. Наши первые, кто отказались от обязательного ношения масок, наши первые, кто открыли общественные места, и у нас нету, все-таки до сих пор нету провинциального налога. У нас есть только GST, имеют налог на добавленную стоимость в размере 5%. То есть это самый низкий по Канаде вообще. И, как я и говорил в прошлом таком своем видео, когда мы только переехали в Калгари и в Альберту, я тогда говорил, что даже есть такое, что это самый низкий в Северной Америке. В принципе, тема видео, как бы, довольны мы до сих пор, что мы проживаем в Калгари и что мы находимся в провинции Альберта. Поехали! Жизнь в Канаде стала очень и очень дорогой. Она и так не была дешевой, на самом деле. Но сейчас стала очень дорогой. И, ну, многим не в моготу буквально, знаете как. Это и в США особенно. Я буквально недавно видел видео где-то в Твиттере, что там в США, ну, женщина просто не сдерживала никакие эмоции там, и не сдерживала, как говорится, ни свой язык, не стеснялась выражения. Но она говорила, что я сейчас вот заправилась там где-то, не знаю, она заправилась на 90 с чем-то американских долларов. Но это было еще, наверное, до последнего роста цен, потому что сейчас ты на эти деньги не заправишь полный бак. Ну, это где-то сколько? 130 долларов канадских. То есть ты за 130 долларов канадских, ты не заправишь полный бак сейчас. Ну, короче, она там заправилась за 90 с чем-то американских долларов, и она просто буквально орала, ну как бы обращаясь к Байдену, я не знаю, к кому она обращалась, что типа вот что вы сделали со страной, я сейчас должна как бы выбирать, я должна залить бензин, либо я должна купить продукты питания. И она говорит, конечно же я выбираю как бы залить бензин в своей машине, потому что я не могу иначе ехать на свою работу, а без работы у меня вообще не будет как бы средств к существованию. Знаете как, у нас в Канаде чуть меньше вот этой ценовой истерии или инфляции, знаете, как бешеной инфляции, но на самом деле мы недалеко от США, вот я недавно хотел сделать видео 4 года в Канаде, нам исполнилось 4 года в Канаде, может быть я еще сделаю это видео, я не знаю, не могу обещать, потому что просто дикая занятость. И я говорил жене, я вспомнил, что когда мы только переехали вот в Нью-Брансвик, я помню, что я заправлял полный бак где-то за 80 долларов, если я не ошибаюсь. У нас тогда тоже был этот SUV, то есть это был Hyundai Santa Fe, то есть я заправлялся где-то на 80 долларов, даже может быть 70-80, знаете как, может быть 90 от силы, канадских долларов, я заправлял полный бак, понимаете. Сейчас я за эти деньги заправляю половину бака, а с последним ростом цен я заправляю даже меньше половины бака. Вот представьте себе, за 4 года цены выросли больше чем 100% именно на бензин, на дизельное топливо. Так вот, дамы и господа, на фоне всего этого в Альберте жить сейчас, мне кажется, самое лучшее место в Канаде. Серьезно, я не знаю, может кто-то думает, ну, как говорится, Леонид хвалит свое место, но я чисто, мне кажется, я объективно отношусь, что это самое лучшее место для жизни сейчас в Канаде. Знаете, как есть такой штат Флорида в Америке, там этот гавернер, правитель, да, губернатор, да, получается на русском, там Десантис, он вовсе, как он республиканец, он ведет политику со здравым смыслом. Вот я реально, знаете, как что я все меньше и меньше вижу здесь на Западе, это здравый смысл просто. Это просто Оруэлл здесь, что то, что происходит со свободным словом, с правами, со свободами людей, и уже к этому подключилась и бешеная инфляция, скачок цены и так далее. Потому что, знаете, как экономика, как сказал, я недавно читал книгу, вот забыл его имя, но, может быть, я вспомню, потом допишу, экономист сказал, что экономика на 90, там, не знаю, 94%, 95% это здравый смысл. Все остальные там хитросплетенные вот эти формулы, названия, это все, как говорится, просто в дополнение. Но на самом деле на 94-95% это просто здравый смысл. И чем меньше здравого смысла ты видишь, как говорится, в стране проживания, значит, тем хуже будут идти дела не только в политическом плане, но и в экономике. Потому что экономика это здравый смысл, блин, на 95-94%. Поэтому здравого смысла здесь как будто вообще, знаете, как будто нету. Но тут, блин, они даже министерство правда, блин, создают. Ну, вообще, как сейчас будут, я не знаю, насколько мы будем свободно как бы выражаться в интернете, потому что они принимают специальный билл о том, что будет такая жесткая цензура в интернете. Ты не сможешь даже, будем только на кухне говорить о том, что происходит, и шушукаться между собой. Ну, как говорится, добро пожаловать в Советский Союз номер два, получается. Ну, смотрите, я немножко отошел от темы. То есть, вот в таких условиях, которые сейчас, то будучи, живя в Альберте, мне кажется, это самое лучшее место. И с точки зрения, как бы, цен, тут еще доступные цены на жилье. Альберт – это очень хорошая провинция для проживания. Она, наверное, на фоне всего этого безумия, которое происходит, еще привлекательнее становится, на самом деле. Вот, как я говорил, упомянул, вот, Флориду, там, кстати, там и в школах начали запрещать вот эту гей-индоктринацию, потому что это уже не о правах и свободах, это уже просто гей-тиранея. Понимаете, ты отправляешь ребенка в школу, и он не, там, его не обучают, а его там индоктринируют. То есть, non-education, but indoctrination. Так вот, я очень надеюсь, что Альберта станет похожей на Флориду, в плане, что даже на местном, как бы, на провинциальном уровне. Они примут решение, как бы, перестать пичкать детей, как бы, про смену пола, блин. Понимаете, вот ты на работе, если говоришь про сексуальность, это харассмент, блин. Взрослые люди, если говорят на работе про сексуальность, это харассмент. А детям в школе, пожалуйста, блин, даже не со школьного возраста, а с детсадовского возраста, ты можешь уже говорить им про смену пола и так далее. Ну, вы знаете, это какое безумие сейчас, там, даже алфавитом придумали где-то в США, что, допустим, буква B, это означает бинарный. То есть, ты можешь любить, это для малышей, ты можешь любить и женщин, и мужчин. Ты можешь иметь двойную любовь и так далее. Так вот, я очень надеюсь, что Альберта возьмет пример с тех штатов, допустим, Флорида, Техас, и у нас будет здесь еще лучше и лучше условия для жизни. Вторая часть этого видео я снимаю уже на второй день, у нас уже пятница. Я реально, вот, знаете, как положа руку на сердце, я реально рад, что я нахожусь в Альберте и в Калгаре. Я рад, что я сейчас не нахожусь, допустим, в Квебеке. Я рад, что я не нахожусь там в Антарию. По поводу Атлантических провинций, ну, поскольку, конечно, мы туда уже не вернемся, но там просто как понятно, что беднее провинция, чем здесь. Но в любом случае, там люди хорошо устроены, там, мне кажется, не прямо такие драконовские меры и не прямо такие бешеные цены на все. То есть там, в принципе, тоже можно рассмотреть. Но, вот, допустим, я рад, что я не живу в той же Британской Колумбии, потому что там, ну, сейчас бензин самый дорогой в Канаде. Вот если в США самый дорогой бензин, там, кажется, уже 10 долларов за галлон. В Калифорнии, то у нас самый дорогой бензин это в Ванкувере, понимаете. В Британской Колумбии в целом. Очень сильно подорожали энергоносители. Ну, вот то, что они считают эту инфляцию, типа, у нас там 8,8%, там, типа, меньше 9%. По-любому, это самая большая инфляция за последние 40 лет. Но то, что они считают, они не считают с учетом цен на энергоносители. Если бы они считали с учетом цен на энергоносители, дамы и господа, то инфляция была бы, я не знаю, просто огромная. Точно была бы двухзначная, но была бы, я не знаю, там, за 30, за 40, за 50%. На самом деле. Альберта также, помимо того, что не имеет вот этого, не имеет провинциального налога, Альберта также первая сняла Carbon Tax, просто как облегчение. Есть сподвижки в плане Альберты, но я не скажу, что Альберта прямо сильно отличается от остальной Канады, как отличается, допустим, штат Флорида или штат Техас в США. Вы знаете, вот я вам сейчас скажу, что канадцы, они более такие законопослушные, да даже не то, что законопослушные, они менее бунтари, чем американцы. Американцы, они более свободолюбивые, у них там больше, как бы, таких свободных, независимых журналистов, которые имеют огромное покрытие, если, может быть, даже не первое покрытие имеет в США, Fox News, и которые говорят правду-матку. Здесь у нас больше боятся говорить эту правду-матку. Тех, кто говорит, они гнобят и, как бы, приводят к молчанию или как-то вообще, как бы, не заходят в мейнстримовые масс-медиа. То есть это какие-то маргинальные и какие-то локальные вот такие вот высказывания. Но я бы, как я сказал в первой части, я бы хотел, чтобы Альберта стала больше похожа на провинцию, которая вот на местном, провинциальном уровне. Она, допустим, запрещает ЛГБТ-пропаганду в школах. Она, допустим, идет против вот этой федеральной политики по установлению вот этого Carbon Tax. Она бы пошла, как бы, наперекор вот этой обязательной вакцинации, потому что, вы знаете, сейчас переносит эту заразу все, знаете, какие вакцинированные и невакцинированные. Но то, что они, как бы, так сильно на федеральном уровне, на государственном уровне, а они дискредитируют вот этих непривитых, это просто как, ну, по ним плачет Нюрнберг на самом деле. Если вы знаете, во время трибунала в Нюрнберге, там было сказано, что ты не можешь силой заставить людей, как бы принимать какие-то лекарственные препараты и так далее, потому что это запрещено. Должно быть согласие самого пациента, понимаете. То, что они сейчас делают, то рано или поздно их привлекут к ответственности, и их ждет трибунал за это все. Я очень, кстати, на это надеюсь, потому что, ну, все канадское общество сейчас просто кричит о том, что, как бы, требует справедливости по отношению вот ко всем. Понимаете, как бы, я хочу, чтобы провинция Альберта не пошла на поведу у федерального правительства, когда они дискриминируют людей по признаку вакцинирования, невакцинирования, по признаку сексуальности, понимаете, по признаку цвета кожи, по признаку религии, потому что вот написано, что, типа, не имеет значения, какого ты этнического происхождения, не имеет значения, какого ты цвета кожи, какой-то религии, какого ты пола. А на самом деле они самые большие расисты, потому что они всех дискриминируют именно по этому поводу. И в плане работы. Федеральное правительство уволило всех невакцинированных, которые работали на правительство, понимаете. Зачем Альберта нужно было это тоже самое сделать? Я очень надеюсь, что у нас как бы придет быстрее всех в Канаде придет здравый смысл к нашим руководящим элитам. Я ничего не сказал по поводу Манитоба и Соскочевана. Там цены довольно-таки хороши, но это очень специфические такие провинции, понимаете. Там не всем нравится жить, там в основном степи, ну то, что я видел, по крайней мере, южные их половины. Там степи, да, там плодородные земли, там как бы лютые зимы даже, как бы зимы они суровее, чем у нас здесь в Калгари, 100% я это знаю, от достоверных источников, скажем так. Но так, чтобы иметь вот такую горную красоту и, знаете, как бы большую городскую инфраструктуру, то вот Калгари, Альберта. И на самом деле, дамы и господа, знаете, что я не буду сильно рекламировать Калгари и Альберта. Я просто сейчас делюсь своим мнением. В конце хочу вам сказать, что самое лучшее место для старта в Канаде это Атлантические провинции. У них там много пилотных программ. Я знаю, что там скоро запустят программу, даже более легкую, чем пилотную Атлантическую программу. Но она уже не пилотная, она уже постоянно Атлантическая программа. Более легкая, чем Атлантическая программа, они хотят запустить программу для дальнобойщиков. То есть, если вы первый раз вступаете на канадскую землю, то я вам рекомендую вот именно Атлантические провинции. Там и жилье доступно, там и цены более или менее. Там работу можно найти, мне кажется, даже легче и быстрее, чем в Альберте. Потому что Альберте это все-таки, как бы, да, это земледельческий край. Ну, тут специфические культуры взращиваются, на самом деле, далеко не все. И тут, конечно же, нефтепромышленный край, понимаете. Если вот эти либералы со своей зеленой повесткой, которая как будто, блин, проедает мозги к тем, кто ей оперирует. Если они и дальше будут упорствовать, то в Альберте будут еще хуже экономически. Поэтому тут сложнее найти работу, например, чем в Атлантической провинции. Поэтому я и говорю, что если вы первый раз вступаете на территорию Канады по разным программам, может быть, даже по программам для граждан Украины или по другим программам, то лучше всего вам ехать в Атлантической провинции. Вот так я заканчиваю видео о Калгари и о провинции Альберте. В Альберте нужно переезжать, когда у тебя есть уже статус в Канаде, когда у тебя есть работа. И выбирать, что нужно. И нужно быть готовым к холодам. Потому что здесь холода, вот, они крепче. И зима длиннее, чем, допустим, в Атлантической, в Атлантических провинциях. Ну вот, в принципе, так. Тут величественные горы и суровый край. Для суровых людей я знаю, что многие люди просто это не выдерживают. Но если вы устроены, у вас есть работа, вы готовы к суровым климатическим условиям, то вы можете приехать в Калгари и в Альберту в целом. Дамы и господа, на этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, оно было вам интересно. Пишите свои комментарии. Интересно услышать обратную связь от моей аудитории. Берегите себя, берегите своих близких. И до новых встреч в эфире. Пока-пока.